Система «Мир» больше недоступна в Турции, Уликоева внедряет разработку ученых КФУ. Всем привет! В эфире «Универ Ньюса» в студии Карина Саяхова. В шоуруме Казанского федерального университета состояла жеребьевка Кубка университета по мини-футболу 2022 среди мужских команд. В соревновании примут участие 16 команд. Перед началом жеребьевки главный судья турнира Максим Гаврилов рассказал о регламенте, а также о самой процедуре жеребьевки и о сроках проведения Кубка. В 2022 году Кубок университета пройдет с 12 октября по 14 декабря. Игры состоятся в КСК КФУ «Уникс» и будут проходить по средам в вечернее время и в воскресенье в дневное время. Всех любителей мини-футбола ждут прямые трансляции в социальных сетях студенческого телеканала «Универтовая». Ряд СМИ сообщает, что российская платежная система «Мир» больше недоступна в Турции. Так ли это и при чем здесь вторичные санкции, разбираемся в сюжете. Турция – одно из наиболее популярных зарубежных направлений у российских путешественников. Однако в сентябре россияне столкнулись с проблемами при платежах по картам «Мир» в некоторых турецких отелях. В Ассоциации туроператоров России пояснили, что тотальных запретов на оплату этими картами в Турции нет, но проблемы периодически возникают еще с весны 2022 года. А на днях держатели российской платежной системы «Мир» в Турции столкнулись с трудностями при снятии наличных средств из местных банкоматов. У меня есть две карточки. Одна – «Теньков Мир», другая – «Сбербанк Мир». Погнали. Вставляем сначала «Теньков Мир» в банкомат «Денис Банка». Вот здесь есть «Денис Банк». Отчетливо это видно. Выбираем язык. Ставим русский. Пожалуйста, выберите операцию. Например, снятие наличных. Будем по 100 лир снимать. Подтверждаю. Вот. Хотите произвести другую операцию? Говорит. Не удалось. На данный момент это невозможно. Теперь делаем то же самое со Сбербанком. Также берем минимальную сумму, например, 100 лир. И Сбербанк тоже не работает. Очевидно, что этот банк больше не поддерживает карты Мир. Другой пользователь в своей социальной сети хотел рассказать своим подписчикам о том, что делать и как найти выход в ситуации, когда платежная система перестала работать. Однако снять денежные средства ей все-таки удалось. Пробуем снять. Ну, судя по звуку, все работает. Очень интересно. Так, ну, в общем, я немножко готовилась в этом видео сказать другую информацию о том, что делать, что отключили банки, отключили платежную систему Мир. Но получилось теперь, что ничего не отключили. Я не знаю, либо это время, к примеру, сегодня там будет работать, вот, а завтра там не будет работать. Но на данный момент я как бы не могу тоже в течение дня каждый день ездить там снимать, пробовать проверять. Но на данный момент, вот на сегодня, на 28 число банкоматы работают. Самих же пресс-службах турецких государственных банков БАКФБанк и Халыкбанк заявили об отсутствии препятствий при проведении финансовых операций с платежной системой Мир. Об этом представители компании сообщили РИА Новости. В банках сказали, что не получали уведомления от турецких властей по приостановке приема российских карт. При этом в Халыкбанк отметили, что ждут такого уведомления в ближайшее время. В середине сентября Министерство финансов США заявило, что Вашингтон готов вводить санкции против стран за поддержку использования национальной системы платежных карт и платежной системы Мир за пределами России, что будет восприниматься как попытка обойти санкции против России в своих интересах. По мнению экспертов, отключив платежную систему Мир, турецкие банки пытаются не быть подвергнутыми ограничениям со стороны западных финансовых экономических структур, которые могут внести в отношение них вторичные санкции за продолжение взаимодействия с Россией. К сожалению, принимать или нет карту Мир, и для каких именно операций ее использовать и с какими лимитами, это право турецких банков. Потому что, находясь на территории Турции, вы обращаетесь в турецкий банк, соответственно, турецкий банк решает, согласен ли он принимать карты Мир. Если согласен, то какие лимиты по операциям определить и вообще какие операции считать допустимыми для держателей карт Мир. Поэтому, к сожалению, российская сторона здесь может выходить с предложениями к турецкой стороне, может пытаться как-то договариваться, но окончательное решение здесь все равно за турецкой стороной. К сожалению, ни от российских туристов, держателей карт, ни даже, по большому счету, от российских банков-эмитентов этих карт здесь мало что зависит. Сейчас текущая международная политическая обстановка очень сложная. Россия сталкивается с серьезным давлением со стороны Запада. Но в то же время и страны, которые продолжают взаимодействовать с Россией, они тоже подвергаются определенным ограничениям со стороны Запада и Соединенных Штатов в частности. И возникает такое понятие, как угроза вторичных санкций. В данном случае Турция – это то государство, которое сотрудничало достаточно долгое время с Россией с точки зрения финансовых и банковских проектов, в том числе и по картам МИР реализовывался активно данный проект. Но вот сейчас Турция под давлением Соединенных Штатов и целым западных стран, она идет на определенные действия, связанные для нее с угрозами вторичных санкций. И, собственно, ограничения действия карт МИР, они как раз и вызываются от этой проблемы. Напомним, что платежная система МИР была создана в 2015 году и является абсолютным аналогом платежных систем Мастеркард и Виза, которые используются во всем мире. Зарина Аджахалилова, Универ Ньюс. Сотрудники научно-исследовательской лаборатории «Внутрипластовое горение» Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета разработали новый катализатор «Акватермолиза». Инновационная разработка позволила значительно увеличить нефтеотдачу на месторождение «Лукойл». Подробнее в сюжете. Идея использования катализаторов под землей для добычи тяжелой нефти рассматривалась уже давно. В Казанском федеральном университете эти исследования стартовали еще в 2015 году. Тогда команда ученых начала работу с органно-растворимыми соединениями переходных металлов, которые показали высокую эффективность сначала в лабораторных условиях, а после в процессе тестирования на месторождении в Татарстане и Кубе. Последняя рецептура катализатора была испытана по заказу «Лукойл» на месторождении в Самарской области, где также показаны были хорошие результаты, как было указано в телеграм-канале Паула «Лукойл». Результаты показали более чем в 7 раз повышение нефтеотдачи, но это на первом этапе. Далее, конечно, эти результаты будут ниже, мы предполагаем где-то 2-3 раза, но тем не менее это все равно очень хороший результат. Буквально на днях будет произведена еще одна заказчика по заказу «Лукойл» 5 октября запланирована. Партии катализаторов отработаны на производственных площадках Казани. Чтобы понять, насколько масштабно была проделана работа, стоит углубиться в само понятие катализаторов. Катализаторы – это наноразмерные частицы, которые в случае заводской практики используются в виде гранул, которые, в свою очередь, уже добавляются в тарелки. Через них фильтруется углеводородное сырье. В случае технологии Казанского университета частицы адсорбируются на породе. Фильтрующая нефть, которая контактирует с частицами катализатора, подвергаются химическому преобразованию. Катализаторы в целом широко используются для процессов нефтепереработки. Ключевая их цель – ускорить некоторые реакции, в частности, реакции разрыва больших молекул. Применение каталитических технологий для добычи нефти имеет свои особенности. Катализаторы мы не можем внедрить, как на заводе, в виде гранул, пласт. Поэтому они должны быть инжектированы в виде наноразмерных частиц. Наиболее оптимальный способ – это закачка органо-растворимого прекурсора, из которого наночастица флормируется уже в пласте. То есть изначально это раствор органо-растворимого соединения, ряда переходных металлов. Под каждое месторождение сочетание металлов подбирается. Стоит отметить, что катализаторы производятся на отечественном сырье. Казанский федеральный университет не зависит от импорта. По словам Алексея, сырье относительно доступное, а технология представляет собой двухстадийный синтез. На катализаторы получена вся разрешительная документация. В частности, вместе с компанией «Зарубежнефть» мы прошли все стадии оформления документов, доставки, оформления таможенных процедур и экспорта. То есть мы готовы катализаторы эти производить, доставлять под конкретные задачи компании. В частности, компания «Лукова» в последний раз поставила непростую для нас задачу не только произвести и предоставить партию катализатора с ворот завода, так называемая процедура, но и также доставить партию катализатора непосредственно на месторождение и проконтролировать его закачку, что было сделано. Также вот такую же процедуру мы проведем 5 октября в Самарской области. Отметим, что ранее работы финансировались по программе «Топ-100», после чего было выграно множество грантов по данной тематике, в том числе и мегагрант Российского научного фонда. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универниус. 28 сентября в музее Николая Ивановича Лобачевского состоялась выставка Института дизайна и пространственных искусств, посвященная исследованию городских путей. Какие арт-объекты были представлены, смотрите в сюжете. Кураторы выставки вместе со студентами второго курса Института дизайна и пространственных искусств выстроили свободные маршруты по городу. Это было своего рода небольшое путешествие, где студенты фиксировали заинтересовавшую их архитектуру и элементы городской среды. Студенты были из разных городов России и даже из разных стран, что позволило расширить восприятие исследования и посмотреть на город новым взглядом. Это первый наш шаг в формировании креативного кластера Казанского федерального университета. Студентам мы предоставляем возможность вместе с преподавателями, профессионалами формировать свой творческий продукт и внедрять его уже в реальность. На выставке представлены маршруты студентов и их восприятие города в формате инсталляции. Это три небольшие зала, которые ломают представление об экспозиции классического музея. Центральная инсталляция – это карта маршрутов с данными путешественников, артефакты и видеоэмоции. Во втором зале инсталляция «Путь». Она состоит из фотографий, сделанных студентами во время путешествий и дополненных интересными фотофактами. Все они соединены в единую бумажную ленту, равную длине всех маршрутов в масштабе 1 к 1000. В последнем зале расположилась светозвуковая инсталляция «Шум», авторы которой – моушн-дизайнер Адель Хуснудинов и саунд-дизайнер Закария Туктаров. Уже на открытии выставки кураторы и руководитель проекта проведут экскурсию и расскажут, как проходили путешествия и с какими трудностями столкнулись их участники. Амир Ахтямов, Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универнёс. На этом всё. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!